Добрый плод в Царство Небесное Добрый плод в Царстве Добрый плод в Царстве Относительно, например, того, кем я был раньше, кем я являюсь сейчас Относительно того, какими принципами я руководствовался раньше в своей жизни Какими руководствуюсь сейчас, конечно же, я думаю, что я добился некоторого успеха Но еще раз хочу отметить, что это еще не глобальный успех И основной успех, я надеюсь, ждет меня впереди А вот говоря о принципах, Роман, какие принципы для вас являются ключевыми в вашем служении? Чем вы руководствуетесь и чем не поступить здесь никогда? Священное Писание говорит, что жертва Бога – дух сокрушенный. Я могу сказать, что мы должны, каждый человек, который поставил все цели добиться какого-то определенного успеха, я имею в виду именно в христианстве, он должен осознавать, что его человеческий дух, он должен уступить место Духу Божьему. И тогда у человека появятся правильные цели, у него появится представление от наших целей. От наших целей, если они правильные, от наших целей у нас появляются шаги к достижению этой цели. Я думаю, что если человек позволит Духу Божьему сокрушить свой человеческий дух, то перед ним открывается путь. Однажды Иисус Христос сказал такие слова сам про себя – «Я есть путь истинной жизни». И для чего нам Бог открылся как именно путь, для того, чтобы мы им шли. Вот поэтому думаю, что такая, я не скажу, что это формула целиком уже и полностью, но я думаю, что это такая, наверное, одна из составляющих этой формулы – это позволить Духу Божьему сокрушить человеческий дух. Вот за кадром мы немножко с вами уже общались о том, что когда вам сказали, что нужно быть пастором, принимать церковь, это было для вас таким непростым решением. Что происходило в тот момент? Все-таки вы действительно послушались вашего пастора, правильно? И приняли служение. Была ли это для вас какая-то жертва, возможно? Ну, я могу сказать, оно для меня не было неожиданным. Я на самом деле, когда принял решение пойти за Христом, пойти за Богом, искать себя именно в этой жизни, во Христе искать себя, то я понимал, что рано или поздно Бог поставит тебя на определенный уровень, и нужно будет или открывать церковь, потому что основное предназначение церкви – это все-таки нести Евангелие. Но, может быть, я не ожидал, что будет все именно так. Если вы чуть-чуть немножко знаете хотя бы о нашей церкви, то вы знаете историю, как все это произошло. Так, конечно, для меня было неожиданным, когда мне позвонили и сказали, что вот Роман, я молился, мы с братьями общались, советовались, и приняли решение, что церковь должны принять вы. Для меня это было немножко неожиданно. Я убежал к себе в машину, прямо вот убежал, в прямом смысле слова, силы, и думаю, Господи, почему я? Господи, почему я? Сначала такой некий страх, какое-то такое сомнение на мгновение, а потом думаю, ну как, я же однажды принял решение идти за Богом. Я думаю, что вот звонок пастора и вот это сообщение из уст пастора для меня было просто уже как-то, наверное, подтверждение, больше подтверждение. Все-таки призвание, я считаю, оно ищется в личных отношениях с Богом, через личную встречу с Богом, а через пастора мы уже получаем подтверждение. В моей жизни это было именно вот так. А если вот человек ищет, но не может найти, допустим, такое бывает, он сомневается, а то ли это, а то да ли меня призывает Господь. Вот связано такое сомнение с чем? Как от неуверенности или просто непонимание Божьего голоса, куда он зовет? Ну, во-первых, дьявол, враг душ человеческих, он не дремлет. И человек, даже имея правильную цель, полученную от Бога, им в личных отношениях с Богом, он имеет, ну, не скажу, что шанс, это, наверное, шансом не назвать, но он находится в таком, скажем, опасном положении увлечься какой-то другой целью. Вот. Как только у нас появляется вторая цель, то человек, он стоит перед выбором, как ему поступить. Вроде бы та цель от Бога, и эта цель вроде бы тоже, она не противоречит принципам каким-то Божьим. Человек начинает сомневаться. И Библия говорит, что сомневающийся, вот он подобен волне. И написано, если ты сомневаешься, то это не поверь, а все, что не поверь, оно грех. Здесь есть большая опасность впасть в грех. И в чем состоит грех? Грех состоит в том, что ты отвергаешь истинное Божье и принимаешь то, что больше нравится тебе. Иногда сомнение связано с тем, что появляется альтернатива, альтернатива Божьему. И вроде бы она тоже изначально выглядит вроде бы как Божья. Но по прошествии какого-то времени человек понимает, что это на самом деле было не то. И он потратил много времени, идя не этим путем, поддавшись этому сомнению. Один писатель такой, Николай Островский, был в своем романе «Как закалял сталь», там его главный герой, он сказал такие слова «Нужно прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Так вот, сомнения, если есть у нас сомнения, велика опасность того, что ты можешь увлечься от истинной цели, увлечься в сторону и заняться не тем, к чему тебя призывает Бог. Это хорошо, если потом человек осознает, остановится, у него будет силы, хватит мудрости вернуться туда, в призвание Божье. Но, тем не менее, время уже потеряно. Вот это одна из причин, одна из причин, почему человек сомневается. Вторая причина – может быть неверие. Может быть неверие. Человек уже слышит голос Божий, но он не верит в себя, во-первых. Если не верит в себя, значит, он не верит, что он может добиться этой цели. Вот здесь вот тоже человеку необходимо послужить, наверное, вдохновить его как-то. Вот на ваш взгляд, может ли быть в человеке несколько равноценных, равнозначных даров и талантов? И как в этом случае понять, что же главное, чему стоит посвятить свою жизнь, куда двигаться? Я думаю, что может. Я думаю, что может быть несколько даров и талантов в человеке, но Священное Писание, опять же, говорит, все испытывайте хорошего, держитесь. Вот тут важно иметь общение. Общение не просто с Богом личным. Мы все общаемся с Богом лично. Вот в тайной комнате и так далее. Но тут очень важно иметь общение со старшими служителями. Те, кто над тобой поставлен Богом. Вот и старшие служители, они призваны к тому, чтобы нас направлять, подсказывать, где мы больше сможем состояться, где нам, ну на что нам больше обратить стоит внимание, на что меньше. Ведь один дар, он не исключает другой. Если ты успешен в чем-то одном, ты можешь быть успешен в чем-то другом. Но вот видение от Бога для тебя, оно не приложено. Ты можешь исполнять видение и быть успешным еще в чем-то. Я вот так считаю. Возможно, оно другое дополняет в таком случае. Обогащает, дополняет, да, сто процентов. Вот говоря о наставниках в жизни христианина, есть ли у вас такой человек, который вы могли бы называть своим наставником или таким духовным лидером, отцом, да, на которого вы равняетесь. Чем он вам помог в вашем служении, в вашем пути? Конечно, есть. Человек – это же существо социальное. Мы зависим от социума. Социум – это и есть люди. Вот. Мы зависим от чьего-то мнения. Конечно, я понимаю, что для христианина, в первую очередь, важно мнение Бога. Вот. Но, тем не менее, Библия говорит, как можно увидеть невидимого Бога. И сама дает ответ только через рассматривание его творения. Поэтому, конечно же, в моей жизни есть наставники, есть старшие братья, к чему мнению я прислушиваюсь. Вот. Есть много служителей. Вот. Много служителей, с кем я советуюсь. Но. Ну, это тоже говорит Бог, Он подсказывает, кому нужно позвонить по тому или иному вопросу. Вот. Единственное, что я… Наверное, это тоже как одна из составляющих формулы успеха. Когда в таком изобилии старших служителей и наставников… Библия говорит, много у вас наставников, но отцов у вас не должно быть много. Среди всего множества старших братьев все равно есть тот, который… Ну, которого я считаю своим духовным отцом, своим основным наставником. Другое дело, что сегодня его нет, скажем так, в России. Вот. Но, слава Богу, за прогресс. Есть телефонная связь и так далее. Что для вас вот из этого всего, из пастерства, молодежное служение, спектр очень большой, скажем так, чему больше всего уделяете время и как находите силы для другого? Один человек, он не разорвется на все служения. Тут, наверное, секрет в команде. Мне досталось хорошее наследство. Как я уже говорил, церковь принял. Ну, я не знаю, правильное это слово или неправильное, по наследству. Вот. И мне досталось хорошее наследство. Тут, наверное, основная задача просто принять и, ну, принять и, да, я даже не знаю, как сказать. Сохранить, сохранить, но сохраняя, еще думать о том, чтобы приумножить. Вот. Команда, хорошая команда. Команда, она была формирована еще не мной. Я вот благодарю Бога за то, что Бог дал мудрость сохранить именно ту старую команду, найти отношения с каждым и так далее. Ну, и постепенно команда, она также обновляется. Вот. Новые люди приходят в служение. И, ну, успех в команде. Вот формировать команду должен лидер. И какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, который стремится вокруг себя такую атмосферу Божьего присутствия, да, в команде создать? Опять возвращаемся к тому, с чего начали. Жертва Богу – дух сокрушенный. Написано «Блаженный, нищий духом, ибо их есть Царство Небесное». И вот сокрушенный дух. Сокрушенный дух – это когда человек способен принимать. Это когда человек способен, вот, ну, он способен поставить чье-то мнение как минимум не ниже своего. Сложнее всего, наверное, общаться, вы, наверное, поймете, о чем я говорю, с тем человеком, который убедил себя в своей правоте. Вот, я не скажу, что в христианстве лидер – это тот, который должен быть безгласным животным. То, что ему сказали сверху, то он делает. Нет, у каждого человека есть свои личные отношения с Богом, вот. Это должен быть человек, который 100% имеет близкие отношения с Богом. От близких отношений с Богом зависит, ну, наша способность принимать, принимать свою жизнь. И, знаете, как от нашего, ну, от наших отношений с Богом, от близости наших отношений с Богом напрямую зависит Успех, наверное, в любом служении Потому что сам по себе человек Он Человеку свойственно Свойственный эгоизм Эгоцентризм Когда его мнение Давлеет над каким-то Другим мнением, которое пришло со стороны И тут очень важно иметь Трезвый ум И здоровый дух внутри себя Который вовремя Сможет подсказать Вот здесь, парень, ты немножко неправ Вот здесь надо прислушаться к тому Что тебе говорят со стороны И вот это, наверное, самое-самое такое качество Которое определяет Как христианина, как лидера Говоря о жертвенности в служении Случалось ли вам На вашем пути жертвовать чем-либо Ради служения И как Господь это восполнял Какие чудеса происходили Путь служения – это путь жертвы Кто бы сегодня мне что ни говорил Что жертвы уже за нас заплачены И так далее Я принимаю это верой Я читаю Библию Я изучаю Библию Я учусь в Московском педагогическом институте И вот я принимаю это Я верю в это Я на этом стою Но знаете, как сегодня Много искажений есть Вот здорового библейского учения Например, кто-то считает Что благодать – это вместо нас Хотя если изучать Библию То там четко понятно Что благодать – это для нас Это не вместо нас То же самое касается жертвы Кто-то считает, что жертвовать уже не надо Уже все свершилось Ну, наверное, оно уже все свершилось Скорее всего Но только не для нас Потому что Библия говорит Что мы совершали свое спасение И путь служения – это путь жертвы Без посвящения, без жертвы Мы не добьемся никогда никакого успеха Если мы рассматриваем успех Как достижение какой-то определенной цели Вот именно достижение То без жертвы мы ничего не добьемся в этой жизни Я считаю, что пастырское служение – это не мое служение Это служение даже не мое с моей женой Это служение моей семьи Вот нам когда-то была дана такая формула Ну, вот я в библейской школе учился Была такая формула дана по правильной расстановке приоритетов в нашей жизни Вот и, наверное, все учения, которые я раньше знал Они говорили о том, что на первом месте Бог На втором месте там семья На третьем служении Ну, семья со служением периодически менялась местами Сегодня я чуточку пошел дальше в этом размышлении Сегодня я считаю, что на первом месте Это 100% Бог А вот все остальное, оно на втором месте И семья, и служение Семья, и служение, да Мое служение – это служение моей семьи Однажды Иисус Навин сказал такие слова Я и весь дом, и мы будем служить Господу Поэтому пастырское служение – это служение семьи Это служение мое Это служение моей жены Это служение моего ребенка Вот Просто, может быть, ребенок не очень это понимает пока еще Поэтому иногда бывают от моей немудрости какие-то, может быть, там, обиды, претензии Но находим общий язык Молимся, общаемся, пытаясь объяснить Наставление, иногда оно выглядит следующим образом Мы просто берем что-то нам не нравится в личности человека Мы берем, пытаемся что-то исправить Вот я могу сказать, что так мы можем нанести много ран У меня нет такого опыта еще какого-то в воспитании детей У меня первая дочь Вот, я не знаю, как оно будет дальше Но, по крайней мере, сегодня я имею откровение о том, что я должен исправлять Я не должен переделывать что-то, я должен просто исправлять Вот, моя цель – являть Христа дома Являть Христа дома Никакие воскресные школы, я в этом убежден И церковь не поможет, не поможет воспитать богобоязненного человека Если дома, вот, не будет Христа А как мы можем являть Христа дома? Мы можем говорить Только с местописаниями из Библии Или мы можем делами как-то являть Христа Ведь мы же все же люди Вот, иногда получаются какие-то ситуации Там, с супругой Если это на глазах ребенка, то, значит, на глазах ребенка должно происходить примирение Должны, ну, показываться и доноситься вот эти ценности, которые таит в себе священное писание Только создав христианскую атмосферу дома, мы можем рассчитывать на то, что ребенок, он войдет в призвание И в дальнейшем он получит свое призвание Как это преодолеть, если ты постоянно отдаешь, отдаешь, отдаешь? А как выдержать в такой гонке? Бог, он не дает сверх сил человеку Вот, может быть, надо, извините меня за такое слово Может быть, надо закрыть поддувало Вот, знаете, иногда Вот, жар Жар, но если мы говорим о слове перегорел То жар, он поднимается Ну, вот, благодаря чему-то Вот, например, можно включить поддувал И жар будет подниматься, и тогда есть Реальность перегореть Тут самое главное Исполнять волю Божью Не исполнять чьи-то желания Свои желания Чаще всего, как происходит перегорание Человек, он служит, 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 служит Он поехал туда, он поехал сюда Он не может отказать там Он не может отказать здесь Вот, он забывает заднее Точнее, главное, не заднее, а главное Он забывает просто посоветоваться с Богом Вот, я понимаю, что мы должны, как люди, иметь отношение Быть в мире со всеми Многие хотят, чтобы кто-то приехал со стороны Поделился каким-то опытом Но мы должны иметь четкое представление Где конкретно сегодня нас хочет видеть Бог Чтобы мы не перегружали себя Чрезмерно Ну, вот, я, по крайней мере, думаю Что основная причина перегорания Это вот неспособность здраво оценить ситуацию Где тебя конкретно сегодня хочет видеть Бог И человек, он, ну, просто надрывается И он просто устает, он перегорает Но если все-таки такое случилось Как вернуться на верный путь Как восстановить свои силы И вообще свою позицию перед Богом Не уходим далеко Жертва Бога, дух сокрушенный И все равно, да Вы убеждаете, как мы не Сокрушись, сокрушись перед Богом Сокрушись перед Богом Признай свою неправоту Вот, имей твердость По крайней мере, сам перед собой признайся Но это я так думаю Я верю, что в моей жизни такого не произойдет Потому что, знаете, как Библия нам дана Для того, чтобы мы, ну, чему-то учились Вот, в том числе и на чужих ошибках Другое дело, когда мы не можем научиться Не имеем способности научиться на чужих ошибках Бог позволяет нам допустить свои Но при этом Он хочет, чтобы мы хотя бы на своих учились Вот, я все-таки верю, что мне достаточно будут чужих ошибок Хотя я не знаю, что ждет меня впереди Вот, наверное, глупо сегодня утверждать, что будет вот так Что я сделаю вот то, я добьюсь вот этого Нет, я всего лишь сегодня на пути к успеху Как я уже говорил Вот, поэтому все отдаю в руки Божьи Уповаю на Бога И стараюсь следить за своим сердцем Мечта, ну, если мы берем как мечта, это цель Вот, то мечта для меня, это, наверное Ну, просто исполнить свое предназначение Вот, все мы призваны Все мы призваны Вот, кто-то путает призвание с предназначением Все мы призваны быть детьми Божьими Это правда Но Библия говорит, что церковь – это и есть тело Христова И церковь, она состоит из многих членов И вот понять, понять вообще Каким членом тебя видит Бог в теле Христовом Это и есть как раз понять свое предназначение Не просто призвание, но еще и предназначение И, наверное, нет больше блага для человека Чем исполнить свое предназначение Только исполнить свое предназначение Мы можем добиться вот этого успеха Глобального успеха Спасибо вам огромное, Роман, за ваше открытое сердце За те шаги веры, которыми вы поделились Пусть Господь благословит ваше служение Ваши мечты и цели Вашу семью, чтобы также продолжать быть одной командой Я понимаю, что вы действительно одна команда Которая двигается в одном духе И пусть Господь приумножает эти плоды праведности В вашей жизни, в жизни ваших духовных детей Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами Это была программа «Формула успеха» И сегодня мы беседовали с пастором церкви Утренняя звезда Романом Шубимовым Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин